Девушки отдыхают Ванечка, послушай меня. Мы не можем сегодня поехать к папе, но не надо работать. Если я не буду работать, тебя опять захотят забрать. Помнишь? Да, помню. И никому не рассказывай про дядю Мишу, особенно воспитательницу. Это почему? Потому что мы на испытательном сроке. Мы должны доказать всем, что мы хорошая семья. А у дяди Миши нет испытательного срока? Почему он делется? Он ну и медь сломал. Я обещаю, что дядя Миша больше нас не обидит. А мне Кита поможет? Сами разберемся. Помен, просыпаемся. С вещами на выход. Помен, просыпаемся. Да, Алина. Нормально. Здесь, честно говоря, ужасно. Я ее вчера чуть не убил. Миша, ты понимаешь, что это ненормально? Ты себе жизнь калечишь. Нам. Да я понимаю, понимаю. Я все понимаю. Так, слушай, Алина, сейчас не могу разговорить. Давай, я тебе перезвоню. Миша, Миша, подожди. Не делай больше глупостей. Аня, Ань, подожди, пожалуйста. Что ты хотел? Я хотел с тобой поговорить. Ну что, уволишь меня теперь? Да нет, ну я же не к этому. Я могу идти работать? Биохимия пришла. Конечно. Молодой человек, вам кого? Добрый день. Мне Аня нужна. На работе, наверное, раз нет никого. Понятно. Анюта, это Ольга Степановна. Да, я вас узнала. Ань, я подумала, а если я лягу, сколько у вас места в сутки стоит? Ольга Степановна, я вам бюджетное выберу. Ой, ну что ты, ну не надо. Давайте, приезжайте, мы вас сразу положим. Ну, хорошо. Я вас жду. Привет. Привет. Я вчера не смог, в полицию загремел. Глупо как-то получилось. Слава Богу, я думала, с тобой что-то случилось. Да нет, все в порядке. Ты как? Это что такое? Это что такое? Это Миша сделал? Нет. Аня, это Миша сделал? Почему ты врешь? Я смотрю, обо мне здесь щебечить. Да о тебе, о тебе. Миша, перестань. О тебе, герой. Перестань, прекрати, прекрати. Пошел, увол, я тебе сказал, отойди. Не надо, не надо, хватит. Бери этот мусор отсюда. Все, работаем, шоу окончено. Больных на смотристи. Ну-ка, иди сюда. Ну что, ты хочешь, чтобы я его засадил, как ты его папашу? Хочешь нападение, есть свидетели тоже. Хочешь или нет? Миша, я тебя прошу, ты этого не сделаешь. Я этого не сделал только в одном случае. Забудь о разводе. Малерч, я сказал, мужик. Малер, парень отсюда, пока я полицию не вызову. Да не надо, спокойный. Не надо полицию, я Тоню оттоплю. Не надо туда попасть, понимаешь? Миша! Все, еще зачет по гистологии, сессию я закрыл. Эх, у меня еще хвост был под анатомией. Слушай, может пойдем поедим? Да не, я тут останусь. Да и денег нет. Здорово, мужики. Привет. Здорово. Слушай, братуха, выручай. Тут на первом этаже девочка одна работает. Хотел прикольнуться, попасть к ней. Да, засветился у охраны. Одолжи халат. Привет. Привет, Ниночка. Садись. Ну, рассказывай, что у вас там стряслось? Сергей дома не ночевал. Ген, я не знаю, что мне делать. Нин, ты меня прости, конечно. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Но, по-моему, ты сама виноват. В чем? Да я все для него делаю. Ты за него делаешь, Нина, за. Понимаешь? Ну, Серега нормальный мужик. У него золотые руки. Ну, что я там не заслужил? Ну, ты подумай, как ты его задавила, если он с этим вопросом не к тебе, а ко мне пришел? Подожди, с каким вопросом? Ну, я решил дать ему возможность проявить себя, назвать своим именем клинику. Кардиоцентр Сергея Кирового. А что, звучит неплохо, правда? Значит, он молчал, и ты молчал. В общем, моя точка зрения такая, Нина. Сереже нужен простор. И прежде всего в вопросах бизнеса. Хочешь с ним остаться, значит, постарайся вести себя с ним как-то, я не знаю, помягче, поделикатнее. Ну, и сама для себя реши, что ты будешь делать, поздравлять его или шкуры с него сдирать. Все. Нина, дай вашему браку шанс. Все, пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я потом заберете. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Сережа, это и я. Скажи мне, чем ты так Нинкина солил, а? В каком смысле? С утра звонила, просила о встрече. Ну, встретились, поговорили. Или сказал, что ты дома не ночевал. Сереж, только откровенно. У тебя что, кто-то на стороне появился? Геннадий Алексеевич, при всем уважении, мы сами разберемся. Ну, да, да. Так-то оно так. Только вот в случае чего, какую клинику-то делить будете, а? Мне от нее ничего не нужно. Если что, просто уйду. Куда? В городскую клинику работать? Нет, Сережа, так не годится. Ты классный специалист, поэтому я на твоей стороне. Но вот с Нинкой отношения надо выяснить. Хочешь разводиться, разводись, пожалуйста. Но голову в бабе не морочь. Геннадий Алексеевич, договорились. Все. Спасибо. Извини, много работы. Пока. Привет еще раз. Все нормально? Этот псих тебя не тронул? Ольга Степановна, едь сюда. Я договорилась, ей дадут эту палату и сделают все анализы. Ну, это я понял. Когда вещи забирать будем? Никита, все останется как есть. Я не могу потерять Ваню. Нинна Алексеевна, я пыталась не впустить. Мне нужно с вами поговорить. Это очень важно. Дело касается Миши и вашего мужа. Миша, я вас помню, вы журналистка, бывшая девушка Миши. Да? Ну, Миша сделал свой выбор. Я не знаю, чем я… Они оба вам лгут. Миша и Сергей. Катюш, закрой, пожалуйста, дверь и никого ко мне не пускай. Хорошо. Слушаю вас. Миша женился на Ане из-за ее брата, из-за Вани. Вы в курсе, что этот маленький мальчик сын вашего мужа? Ну, вы знаете, такая информация нуждается в доказательстве. Доказательства есть? Есть. Есть тест, сделанный, между прочим, в вашей лаборатории. Так. И зачем это Миша? Потому что он хотел должность главврача, но он ошибся, и теперь ему нужно помочь. А, понятно. Хорошо, спасибо вам большое за информацию. Мне кажется, вы меня не поняли. Это в ваших интересах. Детка, послушайте меня, пожалуйста. Если вы хотите моими руками вернуть Мишу, то вы ошиблись адресом. Я не собираюсь сплетен. Дверь там. Я думала, вы умеете. А мне папа часы купил со стрелками. Ух ты! Ну и что, мне папа такие же купит. А я же козу, и мне папа купил такие, только лучше. Чего ты врешь? У тебя же нет папы. Да. Бабушка говорит, что у тебя папа в тюрьме. В чем там дело-то, а? Ваня, ну что происходит? Так, ну-ка иди садись на лавочку. Ну а ты что, смотри... Ой, господи, перепачкался весь. Играйте спокойно. Что ж ты... Ванюша, ну что случилось? Я хочу к папе. Отвези меня к папе. Ну мы попозже позвоним твоей сестре, она приедет и разберется. А сейчас ты наказан. И посиди, пожалуйста, на лавочке один. Вызывали меня, Алексеевна? Я вас внимательно слушаю. Почему ты не сказал мне правду про Ваню? Какую правду? Сережа, ну имей ты мужество, хотя бы сейчас. А что бы ты сделал, узнав правду? Выкинула меня из клиники? Знаешь что, оживи-ка ты дальше. Вместе со своей клиникой. Долго и счастливо. Все, я ухожу. Только не надо меня пугать. Я зарабатываю на жизнь вот этими вот, вот этими руками. А куда ты денешься без своей безграничной власти? Кем будешь понукать? Ты так, ничего я не понял. Для меня важен только ты. Все, что я делала, я делала для тебя. Я выбивала финансирование, уговаривала брата, расширение планировала. Филиал этот открыла. Для тебя. Я просто думала, что я тоже тебе важна. Извини, видимо, я ошиблась. Извини, видимо, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Так, вот этот снимок я отдам лечащему врачу, а старый можно забрать. Извините. Да? Вы Тихомирова? Да, это я. Приезжайте быстрее, Ваня пропал. Хорошо. Что случилось? Мне надо срочно в садик, Ваня пропал. Я с тобой. Нет, останься с бабушкой, моги устроиться. Скорее всего, он, как обычно, где-то спрятался. Ань, глупости не говори, я тебя не оставлю. Останься. Здравствуйте, я ваш лечащий врач. Сейчас поднимемся в отделение. Вот, возьмите, пожалуйста. Пока. Родственник? Да, я внук. Нам с вами надо обсудить план дальнейшего лечения. Пойдемте со мной. Хорошо, баба. Слушай, я не знаю, что делать. Оказывается, я ее совсем не знаю. Послушай, папа, можно без вот этой вот галимой лирики? Ты мне просто можешь сказать, мы теперь что, все уволены, что ли, или как? Мне надо вернуть Нину. Вообще, откуда она узнала? Через меня это исключено. Значит, утечка у тебя. Кто еще знает? Никто не знает. Вообще, посторонние люди не в курсе. Как не в курсе? А лаборантка? Я лаборантке нормально заплатил. Папа, поверь мне, она будет держать язык за зубами. А это твоя журналистка? Ты ей ничего не болтал? Миша, ты же не умеешь держать язык за зубами. Ладно, все, все. Алина. Вот здесь есть кнопка. Врач сейчас подойдет. Спасибо. Если что, вызывает. Ой. Ой, какая палата хорошая. Отдельная. А ты переживала. Никит, ты уж простишь, что я так об Ане? Она девушка хорошая. Только жаль, что так рано замуж вышла. Угу. Только брак какой-то странный. Из всех Яровых к ней только Сергей нормально относится. Да и то не к ней, а к Ване. К Ване? Возится с ним. Подарки постоянно покупает. Ну, Михаил Сергеевич, тоже о нем заботится. Приходил, какие-то тесты брал. Какие тесты? По-моему, на аллергию. Слушай, ба, а ты не помнишь, кто из лаборантов тесты делал? Я не знаю, куда он делся. Я на секунду только отвернулась. Я всегда хорошо за детьми слежу. Мимо меня он тоже не проходил. Я воспитателя опросил. Не видели. Тогда куда он делся? Мы здесь все обыскали. Надо полицию вызывать. Подождите вы с полицией. Сами попробуем найти. Вас привлекут за халатность. А меня опекунских прав лишат. Ну, вот и другой выход. Девушка, мне нужна лаборантка Елена. Я вам объясняю, что лаборанта с пациентами не встречается. Все результаты будут у вашего лечащего врача. Подождите, девушка. Поймите, я... Я хотел вас благодарить, понимаете? Я анализов ждал, нервничал. А она в тот раз позвонила мне, успокоила. Надо, надо как-то отблагодарить, понимаете? Ну, хорошо. Я сейчас позвоню, а она спустится. А Лена на месте? Угу. Хорошо. Она в лаборантской на втором этаже. Все хорошо. Спасибо. Да, вам повезло, она еще не ушла. Все, спасибо, девушка. Спасибо. О, как интересно. Простите, что? Послушайте, вы Лена? Лена. Отлично. Послушайте, Лена, я сейчас буду задавать вам вопросы, и в ваших интересах отвечать на них максимально правдиво. Вы кто такой? Сюда нельзя постараться? Подождите! Меня интересует тест, который вы делали для Михаила Сергеевича Ярового. Да вы что себе позволяете? Я сейчас охрану позову. Подождите, девушка! Поймите вы, от этого зависит жизнь. Моя жизнь. Жизнь моей девушки. И, кстати, ее брата. Так, это брат… Что за тест? Подождите, вы Господи, ты боже мой, сядьте! Я прошу вас, помогите, пожалуйста. Это был тест на отцовство. Я сравнивала материалы ДНК мальчика… И кого? Сергея Ярового. То есть, получается, что Сергей Яровой – отец Вани? А вы не видели здесь мальчика? Твой, что, любил? Да, брат мой. Не пробегал здесь? Он туда шел, к автобусным остановкам. Туда шел? Туда. Спасибо. Пятнадцатый ждешь? К папе. Да. А как же я? Я тоже хочу к папе. Ну, ты всегда работаешь! Выходные поедем, обещаю. Я на кассу. Навсегда? Ты знаешь, как ты меня напугал? Ты знаешь, как ты всех напугал? А если бы с тобой что-то случилось, а? Больше не буду. Честно, честно. Ты только, папенька, вали, ладно. Честно? Угу. Я тебе… Договорились. Дай я тебя застегну, весь ты грязный. Пойдем, дай я тебя отряхну. На. Подождите. Извините, я спешу. Подождите. Да. Мне известно, что вы отец Вани Тихомирова. Парень, ты опоздал. Твоя новость уже не сенсация. Я на днях сделаю официальное заявление. Так что пусть твоя редакция займется кем-нибудь другим. Я не журналист. Я будущий муж Ани. И вы должны ее отпустить. А, значит, они по мою душу. Тоже, Аня мне больше не нужна. Ваньку я усыновлю, так что можете поезжать куда угодно. Да они ж люди живые. Что вы их как породистых щенков делите? Аня без брата не уйдет. Они семья. Какой ты шумный. Как тебя зовут? Никита. Никит. А ты уговори Аньку. Скажи, что Ванька со мной будет лучше. Зачем тебе чужой ребенок? Тем более я знаю, что у вас скоро свой будет. Я вас предупреждаю. Ваньку мы не отдадим. Не жалеть будем. Алло, Ань, привет. Как Ванька? Да нашелся. В сад его веду. Послушай, вам надо срочно собирать вещи. Иди домой, я скоро приеду. Что-то случилось? Я потом объясню. Все, давай. Хорошо. Пойдем. Куда? Домой. Уранный сад! Не пугаемся, тихонечко просыпаемся. Пришел врач. Просыпаемся. Пульт слабый. Переводим в интенсивную. Привет! 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 Опа! Входишь за руль? Да, хочу! Да, давай, садись. Давай, Ванюшка, сиди. Порули. Сейчас. Надо срочно ехать отсюда. Они хотят забрать Ваню. Как забрать Ваню? Сергей решил судиться за опекунство. Понимаешь? Мы уедем в Москву. У меня там друзья. Наймем хорошего адвоката. Никит, как мы уедем? А бабушка, а школа? Ничего. Бабушка поймет. Приведем ее в другую клинику. Главное, чтобы вы уехали. Понимаешь? Иди сюда. Не переживай. Я с тобой. Я тебя больше никогда не прошу. Это Миша. Не бери. Надо срочно собрать вещи. Так. Ну-ка, Дима хорошая, иди сюда. Оп. Ну, поиграем в одну игру? Да. Да, пойдем поиграем. Кто быстрее всех собирает вещи, а? Пойдем. Ты зачем приходила к Нине? Да я услугу тебе оказала, когда этот груз упадет с твоих плечей. Какой нахрен груз? Ты дура, понимаешь? Какая же… ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, пап. Алло, ты где? Я у Алины. В общем так, это она приходила. Да подожди, не в этом дело. Верни Ваньку. Они попытаются его украсть. Найди его. Срочно! Хорошо. Опять бежишь по поручению своего папочки? Рот, закрой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Черт! ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНОК ИНИ Анют, не переживай. К вечеру в Москве будем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никит, это Миша. Он что, совсем с ума сошел? Зачем он за нами едет? Так, держитесь крепче. Тихо-тихо-тихо. 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 Нет. Нет. Я дурак. Это все? Ты пойми, он мой сын. Я сам, честное слово, не знал, что он существует. А увидел и понял, он мой шанс. Шанс вырастить из него хорошего человека. И поэтому ты начал со лжи? Я только сейчас понял, что не смогу без тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Врешь, тварь, не уйдешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Держитесь. Ах ты гад. А почему за нами Миша конится? А дядя Миша решил в гонки поиграть. Что он делает? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, черт! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С последним социологическим исследованием мы должны понимать, что мы должны больше внимания уделять простым человеческим интересам. Личностным, семейным. Именно это интересно нашему потенциальному зрителю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понятно? Алина, я понимаю, что тебе наплевать на простые семейные ценности. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Знаете что? Извините, мне надо выйти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Аня, осторожно! Живой? Да. Сильно ранен. Надо срочно в больницу. Подожди, подожди, подожди. Иди-ка сюда. Ну-ка. Надо вызвать скорую. Она не успеет. Тогда погони в машину. Он теряет много крови. Долго еще? Еще пять минут, Анют. Видимо, вену задела. Ванюшка, не бойся. Мы сегодня герои. Сейчас мы дядю Мишу к врачам отвезем. Там его подлечат. Не боишься? Молодец. А ты помнишь, как мы познакомились? Конечно, в палате реанимации, если б не ты, Генка, ты тогда не выжил. Да. Вчера вы молодец. Ты была такая ранимая. У меня брат умирал. А что я тебя успокаивала? А в голове такая, ну, ей нужна поддержка, ей нужна поддержка. Наверное, надо было мне почаще ходить с глазами на мокром месте. Понимаете, случилась авария. Он потерял много крови. Видимо, задета артерия. Надо срочно, срочно что-то делать. Ребята, вы что, его в хирургию надо. У нас нет таких специалистов. Давайте, вызывайте скорую. Да какая скорая? Его б не довезли. А сюда какой смысл? Вы же врач. Я не врач, я фельдшер. У нас нехватка кадров, врачей нет. Операцию буду делать я. Вы? Да, я врач. Где у вас процедурная? Извините, я ваш диплом не видел, а вас ничего не знаю. До свидания. Да подожди ты! Аню, звони Яровому. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Да. Сергей Львович, это Аня Тихомирова. Что? Ну, давайте, давайте скорее этого фельдшера. Это вас. Да, я слушаю. Да. Да, конечно. Да, мы уже приступаем. Мишка попал в аварию. Аня там. Господи. Зажим салфетка. Жгут. Жгут. Кот. Ни гатуру. Жгут. Жгут. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они справятся? Нет. А если... Серёжа... Нужно думать о хорошем. А у тебя есть телефон Алины? Кажется, есть. Он там? Серёжа, 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 ты же знаешь, что своих не оперируют. Успокойся. Она справится. Ну перестань, перестань. Перестань раньше времени себя накручивать. Еду, Серёжа. Тебе плохо. Давай тебе водички плюс. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Давай. Кровотечение остановлено. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прости меня. Я дурак. Безможный дурак. Прости. Вы можете поговорить с ним, когда он проснётся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Когда я сюда ехал, я всё решу. Конечно, Ванька должна остаться с тобой. Но что бы ни случилось, ты мне звони, хорошо? Всегда. Состояние больного стабилизировалось. Не переживайте, он крепко спит. Я пойду к нему. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну как ты? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ань, простите меня. Вы, вы очень хороший врач. И если вы решите вернуться, я буду вам очень рада. Тихо, тихо, тихо. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все аромат. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, бабуля. Никитушка, у тебя все в порядке? Да, со мной все нормально. Ты как себя чувствуешь? Да ничего, вроде бы иду на поправку. Ты знаешь, если что... Никит, ты не оставляй, пожалуйста, Аню. Хорошо? Хорошо, бабуль. Не оставлю. Ну, хорошо. Я думаю, что мы скоро все будем вместе. Поправляйся. Пока. Никит, а когда папа вернется, ты не уйдешь? А ты как хочешь, Ванька? Я очень хочу, чтобы остался. Правильно. Ты еще ему не дочитала временских музыкантов. Они убежали от разбойников? Я уже и не помню, чем там все закончилось. А я помню. Жили они долго и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...